А что в стране знаешь? Война. Война? А что такое война? Это убивать людей. А кто кого убивает? Если кто-то злой, если добрый кто-то, то не убивает, а если кто-то злой, то убивает. Что ты делаешь сегодня? Вызали с Прилук. Я буду сейчас плакать. Почему? Мы с Прилук. Уехали, едем к свекрови в Ермак. Пока есть возможность ребенка вынести, я его везу. Хоть спал спокойно на ночи, потому что мы в погребах, мы шесть дней просидели в погребе в селе. Украинец! Бежитесь! Бежитесь! Молодцы! Уже не можем. Давай, тут. Давай, давай. Держи. Вон автобус. Уже можем. Давай. Иди, я куплю сюда. Бодай. Апробуй, иди, 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 иди. Иди, дай, папа. Где мама? Все тут. Все тут, около меня. Где мама? Где давить? Вот тут. Вот тут малюк. Терпение обстреливают постоянно, летают самолеты, бомбы, все дела. Там находится русская техника, русские солдаты, их видно. Мы выезжали до этого два дня на стоянку пытаясь проехать. Мы ехали восьмыми в колонии, первые две машины расстреляли. Два парня насмерть, женщина насмерть. Я русскоязычный украинец из России. Не знаю, кого они тут защищают. Здесь нет проблем языка. Мы из Донецка. Эта война для нас уже вдруге. Первая война мы пережили в Донецке. И нам довелось вдруге втратить свою домовку. Мы очень сильно ненавидимы Путіна и россиян. И надеемся, что она скоро закончится. Мы все это время думали, что мы, как говорится, братские народы, и мы договоримся. И братские народы не будут нападать на нас и наших детей. Давайте, пожалуйста, в колону под бою так легче. Ничего не забываем. Речи, детей, тем больше не забываем. Тварин. Они будут идти воевать. Просто у нас очень много людей там. Ну вот как начнут вооружать, они пойдут воевать за город, за Украину. Пошла вот эта вот неделя последняя, где вы были, где вы прятали? Они в подвале, в доме, но практически не выходили. Ну позавчера обстреливали, трусилось так, что думали, завалят и нас уже. Думали, что такое может произойти? Нет, конечно, до сих пор не верятся. Абсолютно. И в голове не укладывается. А вот Путин говорит, что он защищает русскоязычных. Харьков – это русскоязычный город. Не знаю, он же там кричит, что защищает нас от нацистов. Какие нацисти, если они самые фашисты? Волонтеры очень нужны на Западной Украине. Те, у кого есть возможность передавать картошку, морку, продовольство. Еду. Да, еду просто. Мы сами готовы все принимать. И мы можем принимать еще больше. Все это перегружать, передавать на ЗСУ, на полицию, комендант. То есть есть куда принять. Люди, подключайтесь. Назарчик, счастью и бездорожечку. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго.